Этот взрыв на окраине Алеппо в заброшенном карьере слышали во всем городе. Российские саперы уничтожили мощную бомбу. Общая масса в тротиловом эквиваленте около 300 килограмм. Бомбу нашли несколькими часами раньше на этой улице в районе Бустан-Алькасар. В те минуты еще никто не знал, что почуяла Дуся, служебная собака, когда села возле ржавой фуры. Этот жест сигнал всей группе. При опасности БТР включает подавление радиосигнала, сапер цепляет кошкой дверь. Рывок чисто, без растяжек, можно осмотреться внутри. Баррикада посреди улицы, казалось бы, таких в Алеппо боевики устроили десятки, если не сотни. На первый взгляд просто груда металла, старый ржавый грузовик. На самом деле смертоносная ловушка. Грузовик террористы установили месяца три назад, загрузили мешками. Чтобы не сдвинуть таранным ударом, прострелили колеса, фугас замаскировали. Толстостенная труба, порядка сантиметра. Плюс стоит радиостанция, это управление фугасом по радио. И если после того, как обследовали, обнаружена была именно проводная линия, дублирующая. Каждая линия запитана отдельно своим электродетонатором, дабы не произошло, так скажем, сбоя при проведении его подрывов. Никто не подозревал, какая опасность внутри. На это и был расчет отступающих из Алеппо боевиков. Мощность бомбы больше, чем у взорванных одновременно 50 артиллерийских осколочно-фугасных снарядов. Если бы это устройство сработало, половина улицы превратилась бы в камни. Эти бомбы террористы производили в мастерской. Она в 30 метрах от грузовика. Вот готовые фугасы. Оставалось только выбрать цель. Данное устройство самодельное готово к использованию в любом из районов города. В качестве джихад-мобиля, в качестве минирования домов, школ, детских садов. Впрочем, минировали не только объекты, но и поля за окраиной. Если раньше в пригородах Алеппо круглый год работала сельхозтехника фермеров, то сегодня военная российских саперов. Оператор многофункционального робототехнического комплекса выводит машину на участок. Взрывы происходят один за другим. Это пехотные мины. Трал разбивает их тяжелыми цепями. Примерно за час работы Уран-6 проверил больше гектара. Теперь эти поля не опасны. Вы нам очень помогли. Спасибо вашим солдатам. Уже сегодня саперы начали разминирование соседних полей, а те, что очищены, вернули местным фермерам. Для многих жителей пригорода земля – это единственный источник выживания. Тимур Абдуллаев, Николай Малошенко, телеканал «Звезда» Алеппо.